Четверо пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 в районе месторождения Трепса доставлены бортом санавиации в город Архангельск. Решение о их госпитализации приняли врачи Нейнской окружной больницы. Еще одна жертва авиационной трагедии остается в реанимационном отделении Наринмара. Транспортировка этого пострадавшего невозможна, поэтому за его жизнь продолжают бороться окружные врачи. Напомню, на борту авиационной машины, которая потерпела крушение в это воскресенье, находилось 7 человек. Это работники подрядных организаций нефтяной компании Башнефтьполюс, Беломор Транс и СМУ номер 4, жители Архангельска, Кургана и Уфы. В результате крушения двое погибли. Это бортмеханики и один из пассажиров. Еще пять пострадали. Через несколько часов после авиационного происшествия к месту ЧП добрались два вездехода. Жертв катастрофы сначала доставили на вертолетную площадку месторождения Трепса. Там им оказали первую помощь медики нефтяного промысла. После чего пострадавшие ждали борт санавиации из Наринмара, который из-за плохих погодных условий вылетел только в 16.22. Сотрудники Наринмарского авиаотряда, Наринмарской района поисково-спасательной базы и медики санавиации сработали слаженно и оперативно. Также в аэропорту до прибытия пострадавших дежурили спасатели. Сотрудники МЧС на место авиакатастрофы не вылетали в связи с отсутствием места на вертолете на санрейсе. Сотрудникам была организована встреча пострадавших, помощь при транспортировке, перегрузке и доставке в больницу. Выживших вертолетом Ми-8 привезли в Наринмар в 20 часов 22 минуты. Из аэропорта пострадавших на четырех каретах скорой помощи отправили в приемный покой. Два из них в тяжелом состоянии, тяжесть обусловлена множественными переломами ребер. У одного из них перелом бедра, у обоих закрытая черепно-мозговая травма. Также необходимая помощь им оказана. Состояние их тяжелое, стабильное. Еще два пациента находятся в очень тяжелом состоянии. Ночью они были в экстренном порядке, оба прооперированы. У обоих тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер, ключицы, перелом бедра. У другого пациента разрыв селезенки. Поэтому оба они были прооперированы. На сегодняшний момент состояние, как я уже сказал, очень тяжелое. Оба находятся на искусственной вентиляции легких. Губернатор округа Игорь Кошин держит на контроле ситуацию, связанную с крушением вертолета Ми-8 в районе месторождения Трепса. От имени жителей округа и себя лично глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, глава региона выразил соболезнование семьям погибших в результате катастрофы, которая унесла жизни двух человек. Любая авиакатастрофа, она, безусловно, начинается на земле. И к ней приводит ряд факторов, которые выливаются в происходящий инцидент. Безусловно, мы координировали все происходящее. Вчера, как только позволили иметь условия, сразу был отправлен борт. Далее у нас шел пассажирский вертолет с населенного пункта. Ему также его посадили в том районе, что при необходимости. Вторая машина приняла участие в эвакуации пассажиров. Было тут же отправлено две бригады врачей. Подготовили транспортировки. Вчера вечером тяжелые больные, пострадавшие, были размещены в нашей больнице. Известно, что рухнувший вертолет выполнял рейс по заказу компании «Башнефтьполюс» из Варандея в Нринмар. В нефтяной компании ситуацию комментировать пока отказывается. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия. В Росавиации сообщают, что авария произошла из-за поломки двигателя. Известно также, что страховая группа «Сагаз» гарантирует выплаты пострадавшим в аварии вертолетами-8 и семьям погибших. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.